Здравствуйте! В эфире канала Россия 24, информационная программа событий недели. На этой неделе на заседании Президиума прав Комиссии по региональному развитию России была принята программа по модернизации систем коммунальной инфраструктуры республики. В режиме видеоконференции проект поддержал заместитель председателя правительства Марат Хуснулин. Региональная программа модернизации объектов коммунальной инфраструктуры Карачаева-Черкесии на 2023-2027 годы разработана с целью модернизации инженерных коммуникаций, которые изношены и требуют ремонта или полной реконструкции. В ее рамках будут построены и реконструированы 17 объектов вода и 4 объекта теплоснабжения. Численность населения, для которого улучшится качество предоставляемых услуг, составит почти 16 тысяч человек, проживающих в 14 населенных пунктах республики. Как было отмечено, в целом Карачаева-Черкесия хорошо отработала задачи 2022 года. По мероприятиям строительной отрасли работы велись по 191 объекту. Регион продемонстрировал лучшие показатели по 16 программам строительства, реконструкции, капремонта объектов социальной, инженерной и дорожной инфраструктуры и занял четвертую строчку в рейтинге субъектов России. Что поменялось в центре «Мой бизнес Карачаева-Черкесской республики» со дня открытия и как сейчас реализуются возможности для предпринимателей, рассказал начальник центра «Мой бизнес Карачаева-Черкесии» Беслан Капсергенов. С ней встретилась Альбина Ламкова. Светлана Исуфович, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо, что согласились встретиться с нами и ответить на наши вопросы. В чем вы видите задачи центра в сегодняшних условиях санкций и активного импортозамещения? Главными задачами нашего центра на сегодняшний день является поддержка предпринимательства малого и среднего, которые заняты в основном в легкой промышленности, в туристической сфере и в сельскохозяйственной сфере. На текущий момент, например, тех же предпринимателей в туристической сфере зарегистрировано за 2022 год более 280, тогда как предыдущие два года их всего было зарегистрировано приблизительно 150 предпринимателей. То есть почти в два раза больше. Немножко санкции повлияли в связи с тем, что люди в принципе все равно хотят отдыхать, ездить куда-то, посещать курортные места. И получилось так, что наша инфраструктура уже более-менее налажена. Взять хотя бы тот же Архиз. В связи с этим очень многие предприниматели, которые имеют возможность, сейчас понимают, что эту нишу необходимо заполнять. Но это в туристической сфере? Это, да, в туристической сфере. То же самое касается легкой промышленности, например, сельскохозяйственной промышленности. Многие наши предприниматели имеют теперь возможность выходить на электронные торговые площадки, в чем мы тоже им помогаем. Центр ведет большую работу по обучению предпринимателей. Будет ли эта работа продолжена и в этом году? Наш центр на регулярной основе проводил в предыдущие годы обучение предпринимателей. Азбука предпринимателей, школа предпринимательства, семинары, молодежные форумы. В этом году Министерством экономического развития запланировано еще больше проведения указанных мероприятий. В том числе по школе и по азбуке будет увеличено количество практически в два раза обучающих программ. Потому что мы видим, что в условиях санкций, в условиях подавления такого на нашу страну, у нас не то, что даже мы идем к импортозамещению, мы обязаны сделать все, чтобы это импортозамещение состоялось. Есть такая история со стороны предпринимателей, когда они жалуются, что тот или иной продукт господдержки не работает. Что вы можете сказать по этому поводу? Все подобные обращения мы рассматриваем, анализируем. Но для нас очень важна форма обратной связи. Но зачастую бывает так, что предприниматель сам, не ведя бухгалтерию именно в белую, обращается к нам за поддержкой. Мы помогаем всем предпринимателям вести свой бизнес уже законодательно правильно, чтобы не было никаких моментов таких, что предприниматель не уплачивает налоги. То есть, чтобы не было ситуации, когда предприниматель не показывает свою деятельность, не показывает прибыль, не платит налоги, и при этом рассчитывает получить помощь от государства именно как предприниматель на свою деятельность. Но если бывают ситуации, когда поддержка у предпринимателя не получается, либо мы ему подсказываем, как ему лучше получить поддержку при условии его деятельности, исходя из его деятельности, либо уже направляем эту информацию в вышестоящие органы, чтобы они уже принимали решения на своем уровне. Ислан Исуфович, что вас больше всего вдохновляет в наших предпринимателях? Наши предприниматели отличаются очень большой активностью, в том числе наша молодежь. Они стараются изучать все законы, они стараются в принципе узнавать все возможности получения любой господдержки. Это как бы и хорошо, и правильно. Естественно, иногда бывают такие люди, которые просто хотят получить поддержку, даже не особенно вникая в ее суть. Но таких людей, что хорошо, становится все меньше и меньше. И мы видим, у нас и город меняется, и республика меняется. Наверное, такое количество заведений, вроде как кафе или еще чего-то, у нас в городе, наверное, больше, чем в соседних городах. И это все делают именно наши предприниматели, наш малый бизнес. Та же наша легкая промышленность. Сколько наших предпринимателей уже зарегистрировано на электронных площадках. Сколько предпринимателей вышли из тени. Все они сертифицируют свою продукцию. Скажите, пожалуйста, сами когда-нибудь бизнесом занимались? Да, было такое время. Но это было гораздо раньше, когда я был моложе. Но времена были другие. Если кто-то застал ельцинские времена, и только когда Владимир Владимирович стал президентом, было все немножко по-другому, мягко говоря. Естественно, не было таких центров, как наш. Предприниматели не знали ни поддержки, ни законов. Им было очень сложно. И тем не менее, очень многие многого добились. Ну и продолжают добиваться. Тем более сейчас с нашей поддержкой все будет намного лучше. Какой бизнес, по вашему мнению, в нашей республике в приоритете? На сегодняшний день, как я уже говорил ранее, самые перспективные для именно малого-среднего бизнеса, в том числе нашей республики, это то, что у нас уже имеет какую-то базу. Это легкая промышленность, которая выходит из тени. Это сельскохозяйственная деятельность наших предпринимателей. И набирающая обороты туристическая деятельность. Поделитесь примером, когда меры господдержки помогли взращиванию бизнеса. Например, в прошлом году у нас была выдача грантов молодежи. Это обязательное условие предпринимательства до 25 лет включительно. И социальные предприниматели. Это предприниматели, которые входят в реестр соцпредпринимателей. Но в данном случае мы именно были очень рады обеспечивать грантами молодых предпринимателей, которые только-только начинают заниматься своим делом. Таких предпринимателей у нас оказалось 10 человек. Тех, которые прошли все конкурсные процедуры и конкурсы. Ну, на что эти предприниматели получили гранты? Это пищевая деятельность, пищевая промышленность. Это, ну, скажем так, кузнечное дело. Один из предпринимателей, он делает очень неплохие, качественные ножи, именно этнические немножко. Например, одна из девушек у нас будет преподавать, она вы и так уже тренер, это большой теннис. Задача вашего ведомства понятна и проста. Бизнесу нужно помочь. Что вы, помимо уже проделанной работы, планируете в этом году осуществить? В этом году мы собираемся расширить все наши услуги. Особенно расширить услуги для предпринимателей, занятых в сфере легкой промышленности. Это возмещение расходов, связанных с их торговлей на электронных торговых площадках, таких как Валберес, Озон, Яндекс.Маркет. То есть, все зависит от того, что хочет конкретный предприниматель. Размер субсидирования услуг будет не менее 50% от их затрат. Также в этом году мы планируем увеличить количество обучающих, программ, семинаров. Мы также ежегодно выезжаем в регионы, в республики. Нам помогают очень сельские и муниципальные образования, которые собирают самозанятых предпринимателей. Во время этих семинаров мы полностью рассказываем, в том числе про нюансы налогообложения тех или иных видов деятельности в предпринимательстве и самозанятости. То есть мы объясняем, как и когда лучше использовать тот или иной вид деятельности. То ли человек выбирает самозанятость, то ли он выбирает именно предпринимательство. Беслан Исуфович, спасибо за то, что вы встретились со мной и ответили на мои вопросы довольно-таки исчерпывающе. До новых встреч! На этой неделе в ауле Нижняя Тиберда открыли парту героя в честь военного летчика Канамата Баташева. Педагоги, учащиеся и родственники собрались в родной школе Героя России Канамата Хусеевича, чтобы торжественно открыть парту достойного сына карачаевского народа. Альбина Курочинова-Кенжева побывала на мероприятии. Мероприятие началось с просмотра видеоклипа Канамате Баташеве. Присутствующие говорили очень много теплых слов о мужестве генерал-майора, летчика-снайпера, который ценой своей жизни помог вырваться десантно-штурмовой группе из окружения в зоне спецоперации. Таких людей, как Горкаша Канамат Русеевич, очень мало. На всю Россию, не только Россию, но и на весь мир прославил нас. Тибердинское ущелье стало колыбелью для многих людей, которые сумели прославить свою родину. Среди них десятки революционеров и просветителей, ученых и общественных деятелей, поэтов и писателей. Сегодня мы склоняем головы в память нашего земляка, уроженца аула Нишняя Тиберда. Ребята читали проникновенные стихи, слушали рассказы о герое от своих наставников. Получился теплый и трогательный вечер памяти о Канамате Баташеве. Торжественно открыли парту героя родственники Баташева. Учителя и их подопечные гордятся, что теперь в школе есть такая парта. Правом сидеть за партой герой России Баташева Канамата удостойны отличники и талантливые ребята, которые будут свято чтить память своего односельчанина. Отличница и активистка Амина Беджиева стала первой ученицей, кто сядет за парту героя. Быть патриотом России, быть честной и справедливой, быть образцом в учебе и дисциплине, с гордостью сидеть за партой героя. Клянусь, клянусь, клянусь. Учитель родного языка и литературы Халимат Качкарова занималась подготовкой мероприятия, гордиться своими учениками. Парта героя – это урок нравственности, урок чести, урок доблести, урок совести, ребята. Мы должны знать о своих героях очень много. Педагоги из Джигутинского лицея номер 7 подготовили подарки своим коллегам, среди которых был музыкальный номер, который тронул присутствующих до слез. Альбина Курочинова, Кенжи Валибастанов, Вести, Карачаева, Черкесия, Нижняя Тиберда. В Ростов-на-Дону военный госпиталь для оказания помощи медикам в лечении военнослужащих СВО отправились студенты, медики, волонтеры СКГА. Каждый из студентов самостоятельно принял такое важное и ответственное решение. Многие из них оказывают помощь не впервые. Альбина Ламкова продолжит тему. Я сам еду второй раз. И первый раз мы туда попали в начале ноября месяца. Нас встречает и главврач, и, соответственно, и начмед, которые заселяют нас в казарму. И после этого, соответственно, назначают нам отделения, в которых непосредственно требуется наша помощь. Студенты-медики самостоятельно принимают решение, в каком отделении будут оказывать помощь. Иеромир выбрал нейрохирургическое. По кончанию медицинского института он будет работать в этом направлении. Проходя практику в военном госпитале, наши студенты-медики лечат не только тело, но и души. Все истории, которые рассказывают бойцы, они каждая по-своему уникальная и особенная. Потому что каждый по-своему проходит через этот путь, через участие в этой операции. Но каждая история, она полна патриотизма. И каждый боец, который рассказывает нам об этом, он мечтает вернуться обратно на территорию специальной военной операции, чтобы продолжить свою службу. Задача военного госпиталя – полная реабилитация больных. Студенты-волонтеры медицинского института СКГА помогают его врачам в лечении военнослужащих, получивших боевые ранения в ходе специальной военной операции на Украине с начала лета. Очередная группа волонтеров направляется в восьмой раз. Практически все студенты имеют начальную медицинскую подготовку. Многие из них прошли испытания в красной зоне в период пандемии. Руководство регионального отделения партии «Единая Россия» вручало им благодарственные письма, грамоты за ту помощь, которую они оказывают нашим российским солдатам. И Руслан Махарович спросил, ребята, есть ли у вас желание продолжить эту миссию, эту работу? И вы знаете, в ту же секунду все 40 ребят, которые сидели за этим столом, подняли руки. Действительно, на глазах наворачиваются слезы и переполняют чувство гордости за тех ребят, которых мы обучаем. И хотелось бы выразить огромную благодарность их родителям. Элла Дармилова выразила уверенность в том, что ВУЗ выпустит не только профессионалов своего дела, квалифицированных медиков, но и настоящих людей-патриотов своего отечества и своей родины. Альбина Ламкова, Олег Молхожев, Весе, Карачаево-Черкесия. Сотрудниками погрануправления ФСБ России по Карачаево-Черкесии выявлен факт дачи взятки иностранным гражданинам должностному лицу управления. За денежное вознаграждение правонарушитель рассчитывал получить пропуск в 5-километровую полосу местности вдоль линии государственной границы без соответствующего разрешения, а также избежать ответственности за нахождение в пограничной зоне без разрешительных документов, дающих на то право. По данному факту сотрудниками межмуниципального отдела МВД России Зеленчукский возбуждено уголовное дело. Сейчас проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. 4 февраля ежегодно отмечается Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями. По данным Международного агентства по изучению рака в мире каждый год диагностируется более 19 миллионов новых случаев заболевания. Вот уже 5 лет в нашей республике функционирует крупнейший на Северном Кавказе онкологический диспансер, оснащенный по последнему слову техники. Какие операции сегодня проводятся на его базе? Что могут предложить наши специалисты пациентам? Об этом и не только. Репортаж Мадина Лайпанова. Карачаево-Черкесский республиканский онкологический диспансер имени Бутова является крупнейшим на Северном Кавказе центром борьбы с онкологическими заболеваниями. На его базе функционирует современное диагностическое отделение с поликлиникой и стационар, рассчитанный на 100 коек. Ежегодно лечение здесь проходят тысячи пациентов в соответствии с порядками и стандартами оказания медицинской помощи федерального уровня. Роман Пантелеев узнал свой диагноз сразу после Нового года и буквально в течение недели после консультации специалистов был прооперирован одним из ведущих хирургов диспансера. Уже сейчас мужчина идёт на поправку и совсем скоро поедет домой, за что он чрезмерно благодарен всем причастным. Хорошего отзыва доктора Евгения Васильевича. Ну и соответственно поэтому я обратился в этот республиканский онкоцентр. Содержание очень комфортно, условия тоже тут, в палате все удобства. Ну то есть я доволен. Врачи квалифицированные, я считаю, очень хорошие врачи здесь. Каждый год на базе диспансера увеличивается объём выполняемых оперативных вмешательств. Во многом это возможно благодаря постоянно обновляющейся материально-технической базе. Так, за пять лет благодаря нацпроекту здравоохранения онкологический диспансер был укреплён 50 единицами передового диагностического и лечебного оборудования. Одним из последних приобретений стал суперсовременный томограф, который позволяет в разы улучшить диагностику онкологических заболеваний на ранних стадиях. В отличие от предыдущих моделей, этот аппарат более современный, оснащён специальной технологией Биоматрикс, которая позволяет автоматически подстраиваться под физиологические особенности пациента и таким образом корректируется несоответствие при МРТ-исследованиях. То есть, вот это работает, когда пациенты проходят исследования брюшной полости без задержек дыхания. На предыдущих моделях исследования брюшной полости на МРТ-аппаратах все проводились с задержками дыхания. Постоянно обновляется не только оборудование, но и штат профессионалов, оказывающих высококвалифицированную помощь пациентам. Так, в конце 2022 года в онкодиспансере впервые начал проводить операции таракальный хирург. Если раньше больные были вынуждены обращаться в центры, расположенные в других регионах, то теперь необходимости в этом нет. Это новое перспективное учреждение, которое обладает очень большим спектром оборудования. Получена таракоскопическая стойка и другой инструментарий и оборудование, которое позволяет выполнять все объемы таракальной хирургии. Операции только сделали две на той неделе. Были сделаны диагностическая таракоскопия для того, чтобы верифицировать диагноз, а также удаление образования средостения, сват с ассистенцией. Сейчас в Карачао-Черкесии показатели ранней выявляемости рака на первой-второй стадии около 60%, что говорит о соответствии федеральным индикаторам. При этом руководство медучреждения настроено улучшить данную статистику. Мы набрали очень молодой коллектив, современный, обучаемый. Если у нас есть вопросы по кадрам, иногда мы приглашаем с других регионов на работу к нам опытных врачей-онкологов для развития определенных направлений для лечения онкологической патологии. Помимо диагностической и лечебной функции, республиканский онкодиспансер проводит активную информационную кампанию по борьбе с распространением рака. Организовываются различные акции, призванные обратить внимание на серьезную социальную проблему. Проводятся разъяснительные беседы с населением. Ведутся выступления на радио и телевидении. Мадина Лайпанова, Олег Молхожев, Вести Карачаева-Черкесии. Министерство по делам молодежи Карачаева-Черкесии разработало программу комплексного развития молодежной политики региона. В ходе пресс-конференции руководитель ведомства Ибрагим Татаркулов рассказал о программе и ответил на вопросы журналистов республиканских средств массовой информации. Али Баташев подробнее. Одно из главных направлений программы – развитие военно-патриотического воспитания, отметил министр по делам молодежи Ибрагим Татаркулов. С этой целью в Черкесске при поддержке главы Карачаева-Черкесии был досрочно сдан в эксплуатацию учебно-методический центр «Авангард». Министр отметил, что в 2023 году на базе центра планируется провести около 35-дневных смен с общим количеством участников – 900 человек. Это учащиеся 9-10 классов общеобразовательных школ республики. Кроме того, планируется организация Северокавказского слета центров «Авангард». Отрадно, что именно на территории Карачаева-Черкесии будет проведен Северокавказский форум. Это показатель того, что в этом направлении наша республика является одной из передовых в СКФО и России, отметил Ибрагим Татаркулов. Помимо Махара, хочу сказать о том, что Карачаева-Черкесия примет Северокавказский форум российского движения детей и молодежи, который будет организован в начале лета 2023 года, что также для нас является знаковым и показательным с точки зрения, что именно наш субъект, Карачаева-Черкесия, выбрана как площадка организации проведения данного крупного мероприятия. Деятельность юных добровольцев и волонтеров республики также была удостоена высокой оценки. Добровольчество – это, конечно, акция «Мы вместе», это ресурсный центр поддержки и развития добровольчества молодежного, который начал свою работу в январе 2022 года. И за достаточно короткий промежуток времени показал высокий уровень эффективности. Также в этом году при поддержке главы республики и федерального агентства по делам молодежи на базе «Оно. Моя карьера» будут созданы молодежный центр, дом молодежи и центр обучения специалистов в сфере легкой промышленности и туризма. Карачаева-Черкесия является одним из локомотивных субъектов по развитию легкой промышленности и туризма и показывает из года в год одну из лучших динамик спроса на туристические услуги. Представители министерства рассказали про интеллектуальное и творческое развитие молодых людей. «Главная задача, чтобы наша талантливая и прекрасная молодежь могла реализовать себя, чтобы молодые люди развивались, достигали поставленных целей во благо дальнейшего развития республики», сказал Ибрагим Татаркулов, завершая встречу. Али Баташев, Али Бастанов, Вести Карачаева-Черкесия. Хорошо усваиваются только те знания, которые поглощаются с аппетитом. В этом убедились маленькие специалисты по полезному питанию хабетской школы, которые на открытом уроке поделились секретами здорового рациона. С правильным меню ознакомилась и Фатима Даурова. Урок открытия новых знаний в третьем Б-классе начался с экскурсии в мир здорового питания. Судя по тематическим нарядам ребят, к такой беседе они готовились усердно. Каждое одеяние продумано до мелочей и соответствует заданной роли. А презентацию фруктово-овощного ряда украсило актерское мастерство молодых нутрициологов. Где же ты сегодня был? Миша в гости пригласил, отказать ему не смог. Ох, зачем я ел пирог? Разве можно столько есть? На диету нужно сесть. Секреты правильного питания раскрывались по ходу всего занятия. Ребята делились знаниями о важности здорового и рационального приема пищи. Вспоминая культуру питания своих предков, делали параллели с современностью. Она у черкесов был невысокий, и сидящий за ним человек не мог съесть лишнее. Это было ровно столько, сколько необходимо было для крепкого здоровья. Поэтому у нартов никогда не было толстых людей. Они были очень стройными, красивыми и здоровыми людьми. Разбирались и в том, как сделать выбор между бургером, картошкой фри и сладкой газировкой в пользу домашней вкусной еды. Какие продукты нужны для здоровья и роста, а какие вовсе следует сильно ограничить и желательно не употреблять. Хочется отметить, что на сегодняшний день наши детки, к сожалению, питаются нездоровой, свежеприготовленной пищей. Они предпочитают есть фастфуды, чипсы, различные полуфабрикаты. И я стараюсь на каждом уроке, это не только сегодняшний урок, я стараюсь это все объяснить на каждом уроке в течение всего учебного года. Сегодняшний урок имеет свою предысторию. После победы на региональном этапе конкурса «Лучшее сельское школьное столовое» работники пищевого блока, руководители и участники проекта были приглашены в Уфу на следующий уровень состязаний. Там мы вышли в полуфинал, в финал, в суперфинал и потом отправились в Москву на награждение. Чему было посвящено то мероприятие? Правильному питанию, насколько оно должно быть экологически правильным. Поставка экологически чистых продуктов в образовательные учреждения. И там был целый конкурс 87 команд. Из 87 команд мы попали в десятку лучших команд. В конце урока гостям преподнесли корзину продуктов из классной кладовой, которую прямо на месте собрали дети, исходя из полученной информации. Подарок получился аппетитным и, главное, полезным для здоровья. Фатима Дорова, Ислам Урума, Вести, Карачаево, Черкесия. Такими событиями отмечена уходящая неделя. Всего вам доброго и до встречи. Это яркий и удивительный мир. Сюда стекаются события. Тут важно умение быстро реагировать на все, умение распознавать самое главное, умение расставлять акценты, умение отличать важное от второстепенного. Продолжение следует...